Здравствуйте, наши любимые телезрители! Сегодня я здесь у моего любимого пластического хирурга, доктора с большой буквы Анны Маринчука. Сегодня мы у нее в академии. Мы сегодня приехали и нашу главную героиню я сегодня решил доверить только лишь вам, девушка. А что мы будем делать? Мы будем работать сегодня с лицом, будем работать с овалом лица, будем омолаживать нашего пациента. Это все как мы любим. Так, и еще и не все. Мы сегодня с главной героиней вдвоем будем перевоплощаться. Ну что, поехали? Поехали. Ваша дочка большая молодец. Было больше трехсот сообщений за вот этот короткий промежуток времени и именно вы попали сегодня в нашу передачу. Переживаете? Очень. Не надо. Я тоже когда-то переживала, но после косты, видите, не переживаю. Итак, Аннет. Я очень рада приветствовать вас у себя в клинике. Сегодня мы поработаем с нашей пациенткой. Она на самом деле выглядит очень достойно. У нее практически нет никаких морщин. Мы немного улучшим овал лица и в результате она будет выглядеть еще красивее и еще моложе. Сейчас мы будем проводить процедуру липосакции подбородка и затем излишки кожи мы подтянем нитями. Мы провели процедуру липосакции подбородка. Мы поставили нити в подбородок, то есть провели процедуру нитевого лифтинга. Реабилитация пациента займет около недели. Но уже через 5-7 дней появится угол между подбородком и шеей. Мы увидим нашу лебединую шею. Наша пациентка полностью преобразится. Красота руками профессионалов. Теперь и я у тебя в кресле. Я не хочу хмуриться, да? Правильно? Что мы будем делать? Мы сейчас будем избавляться от морщин на лбу горизонтальных. Сейчас мы удивимся. Бровки наверх поднимем. Угу. Расслабим. Ну вот, всего 2 минуты и наша процедура закончена. А уже все? Да. Господи, вот что говорит о профессионализме человека. Что я еще не успел почувствовать боль, а муж закончил. Да, эффект наступает в течение двух недель. В течение недели нежелательно посещать сауну, баню, солярий. Еще очень важный вопрос. Мужчинам, женщинам с какого возраста нужно делать эту процедуру? Потому что все-таки мы же хотим выглядеть всегда моложе. Эта процедура делается не по возрасту, а по показаниям. То есть если есть показания, это мимические морщины, тогда, конечно, нужно применять эту процедуру. Процедуру ботулинотерапии. Мы расслабляем мышцы в результате чего морщины не появляются и не заламываются. Анна, ну что, спасибо тебе огромное за мое преображение и главное, спасибо тебе огромное за преображение нашей главной героини. И встретимся уже через неделю на финальном этапе, когда семья Оксаны встретит ее уже совершенно новой. Со столицы приехал к нам Вадим Давидюк для того, чтобы провести сегодняшнюю передачу и нашу маму переобразить полностью. Вадим Давидюк шеф-тренер, технолог, эксперт, астор косметика. Светлана Кузнецова, технолог международного класса, тренер. Мы уже столько лет вместе работаем и столько всего нового придумываем для того, чтобы наши все клиенты, модель, ученики получали максимально удовольствие от своей работы. Мы сегодня будем перевоплощать нашу маму, которую мы уже с вами, кстати, чуть-чуть поменяли благодаря нашего пластического хирурга. Прошла ровно неделя и мы сегодня ее ждем для того, чтобы преобразить, изменить кардинально совершенно другую сторону. Сегодня мы будем радикально менять образ нашей модели Оксаны. Ну, во-первых, мы будем избавлять ее от этого цвета, который ей явно не подходит. И, конечно же, будет в корне меняться стрижка. Слишком прорежена текстура. То есть, в итоге мастера получили эффект не густоты, а наоборот, эффект, как будто волос мало. Будем исправлять. Сегодня мы используем порошок. Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы используем порошок осветляющий, который имеет аромат лаванды, потому что нам предстоит работать в том числе и в прикорневой зоне. И чтобы процедуру осветления сделать наиболее комфортной, в этот осветляющий порошок специально добавили мельтон, дабы обеспечить эффект охлаждения кожи. Мы сейчас просто убрали все лишнее, что было. Дальше мы уже будем работать, поэтому сейчас, пока у нас колористика. Сейчас я буду наносить, прежде всего, на концы волос, которые перегружены плотным темным пигментом, наносить буду осветляющую смесь. Снизу незатрующую зону. Без нанесения на прикорневую зону. Да. Только по длине. Только по длине, потому что прикорневую зону мы будем осветлять уже при третьем нанесении. Продолжение следует... Мы наносим последнюю, крайнюю прядь. И время выдержки, скорее всего, будет минут 25-30. Здесь достаточно от 20 до 30 минут, но потом я буду полотенцем убирать излишки порошково-осветляющую смесь и наносить повторно. Потому что наша задача осветлить волосы. Максимально осветлить? Ну, как минимум на 5 уровней глубины тона. Дело в том, что создавая продукцию, мы основной упор делаем на что? На качество волос и на здоровье, в том числе кожи головы. Поэтому наша компания создала линию терапевтического ухода, которая называется Full Force. Здесь есть несколько групп продуктов, которые решают разные проблемы, в том числе и кожи головы. Есть продукция для того, чтобы восстановить сильно поврежденные волосы. Есть продукция для того, чтобы снять раздражение с чувствительной кожи. Есть продукция для борьбы с перхотью. Есть продукция для ускорения роста волос. Помимо этой линии терапевтического ухода, также мы выпускаем много разных других линий по уходу за волосами. Причем это продукты как чисто профессионального применения, так и продукты для конечного потребителя, то есть для наших дорогих клиентов. Это специализированные линии для блондинок. Это специальная линия для применения в зимний период с большим количеством антистатика. Для применения в летний период с ультрафиолетовыми фильтрами. Для выпрямления это уже профессиональная линия. И, ну, конечно же, основа нашего бренда – это прежде всего краситель. Вся эта продукция разрабатывается нашими химиками-технологами. Корни уже хорошо прямо осветлились. Ну, на прикорневую зону все равно попадает порошковая осветляющая смесь, но специально я на прикорневую зону сейчас не наношу. Сейчас я приступил к второму уже нанесению порошковой смеси. Второй этап, да. Да, предварительно полотенце, убрав первую смесь. Обратите внимание, что наношу я порошковой осветляющей смеси много. Да, не жалею. Это залог успеха. Вообще, напрямую степень осветления зависит прежде всего от трудолюбия и добросовестности мастика. У нас сейчас на самом деле самое сложное окрашивание, когда мы из темного переходим в более светлый тон. Мы хотим равномерное окрашивание и великолепную структуру волоса. Мы это и получим. Еще забыли сказать, что волосы модели были окрашены бытовым красителем черного цвета. А в таком красителе может содержаться урзол. Не может, а содержит. Ну, скорее всего, да. Мы не будем обозначать... На самом деле, я так всегда говорю, что даже покупая непрофессиональный краситель, который стоит 500, 1000, 5000, 10 тысяч, лучше купить дешевле. Или же за эту же сумму краситель, который продается в любых профессиональных магазинах. Сейчас я третий раз уже наношу порошково-светляющую смесь, захватывая, в том числе, прикорневую зону. Почему захватываю прикорневую зону? Несмотря на то, что мне не нужно было ее осветлять, но как бы аккуратно я ни работал, если волосы в прикорневой зоне отросли не сильно, всего лишь на сантиметр... Было сильно выфилировано. Да. Хочешь, попадет? В любом случае попадает. Для ровности результата я сейчас специально осветлю всю прикорневую зону, в том числе. Поэтому сейчас я буду наносить от прикорневой зоны и по всей длине. Продягивать до кучка. Совершенно верно. А потом при окрашивании мы учтем степень осветления прикорневой зоны и будем подбирать краситель на тон, на полтора темнее, чем по длине. Итак, после уже, как мы смыли состав, мы нанесем сейчас мусореконструктор. После химической процедуры осветления, все-таки это порошок, это химическое вмешательство, нанесем на кожу головы мусореконструктор, который защищает кожу головы. Мне очень важно определить уровень глубины тона на ранее окрашенных волосах, для того, чтобы понять, какой уровень глубины тона мы получили. 7,4 я вижу сейчас на окрашенных волосах. То есть это самый темный участок волоса. Я должен на него ориентироваться. То есть, если я хочу получить оттенки холодные, я должен осветлить на 2 тона светлее, чем буду окрашивать. Если я хочу получить оттенки нейтральные, тогда на 1 тон. И если я хочу получить оттенки теплые, тогда до необходимого уровня глубины тона. То есть, по сути дела, мы здесь можем рассчитывать на окрашивание в 7 уровень глубины тона. Этого будет достаточно, потому что мы решили, что окончательно цвет будет теплого оттенка. Но для того, чтобы окрасить волосы в прикорневой зоне, придется взять красители 6 уровня глубины тона. Потому что сейчас это так называемый горячий блонд. То есть, только что обесцвеченные волосы. И естественно, нужно взять краситель в более глубокий. Смесь предназначенную для окрашивания прикорневой зоны, то есть более темную, я наношу не только на самую прикорневую зону, на сантиметр, а на все максимально осветленные. Чтобы зрительно увеличить объем волос, я предлагаю в краевой линии, ниже середины височной зоны, окрасить волосы по всей длине в более темный цвет. Чтобы это окрашивание не выглядело контрастным, разница в уровне глубины тона по краевой линии и во фронтально-теменной зоне должна быть не более одного тона. По длине на концы волос я наношу другую красящую смесь, которая светлее. Для яркости. Да, на один тон светлее. И еще добавили в эту красящую смесь микс-тон, яркий. Иксплекс. Иксплекс обязательно для формирования десульфидных связей внутри волоса, для того, чтобы волос хорошо держал форму. Время выдержки красящей смеси сейчас подходит к концу. Буквально через несколько минут необходимо будет завершить, правильно завершить процесс окрашивания кислым шампунем, обязательно кислым кондиционером. А моя миссия на этом заканчивается. Я благодарен Араику Кристо за то, что гостеприимно принял меня сегодня в своем салоне. Я благодарен, естественно, модели нашей за то, что доверилась нашему опыту. Я благодарен, конечно, Светлане за приглашение в ваш город. Спасибо всем большое. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok С объемом тут можно будет, конечно, играться как хотим, потому что не было использовано филировочные ножницы. Следовательно, можем делать пышный объем, когда куда-то на праздник, а можем просто помыть голову и, то есть, по классике вытянуть для того, что, особенно если она встанет на каблуки, то есть сразу красивое вытянуло лицо, шею, декольте, все дела. Вот. Ну, в принципе, со стрижкой пока что все. Тут, конечно, надо будет еще кое-какие моменты отпустить. То, что предыдущий мастер вас срезал, съел. Вот. Поэтому сейчас мы пойдем с вами еще на мейкап. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Лилиан, рассказывайте, что вы сделали? Я подчеркнула глаза. Прекрасный цвет глаз нашей героини. Сделала это коричневую тенемельную перемешку с баклажановым оттенком. А также я сделала акцент на глазах, не на губах. И вообще хотела бы порекомендовать ухаживать за кожей следующим образом, не пересушивать ее. Жирная кожа не обязательно должна быть пересушена. Очень многие девушки неправильно ухаживают за своей жирной кожей, пересушивают, матируют, начинают еще больше жирниться, потому что липкий этот слой – это просто защитная реакция кожи на окружающую среду. Поэтому нужно кожу все равно увлажнять. Что я и сделала. Ну и как говорят, что лучше жирную кожу, чем сухую. Конечно, жирная кожа скорее… Ну, одни плюсы у вас, одни плюсы. Соответственно, я подчеркнула овал лица и придала сияние нашей коже. Мне кажется, не то, что я уже ее не узнаю, какая была взрослая женщина, и какая сейчас, благодаря и стрижке, и окрашиванию, и нашему пластическому хирургу, вмешательству пластики, и, естественно, нашему потрясающему мастеру, мейк-ап-артисту Лилиану, она полностью перевоплотилась. Полностью осталось. Только всего лишь два последних шага. Первое – мы ее переоденем. И второе – мы поедем туда, где ждут наши родственники. Закрыли глаза, представили совершенно новую жизнь. Теперь предлагают просто повернуться. Класс! Спасибо! Спасибо! Рад тебя! Спасибо всем! Вот так! Честно, не жалеешь, что приняла участие в нашей программе? Нет, не жалею. Счастлива? Очень! Я вам благодарна за такую красоту. Ну что, компания Олин тебе дарит еще один такой эмоциональный подарок. Я хочу, чтобы ты эти шарики пустила в небо, и всем прошлым попрощалась и загадала новую жизнь, новые свои какие-то эмоциональные пожелания. Хочу, чтобы у меня все-все в жизни изменилось. У-у-у-у! 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 Мао One Love Анечка, а как прошла операция? Операция прошла успешно. Реабилитация была быстрая. Лизочка, какие ожидания? В первую очередь то, что мама будет новая. То есть я хочу увидеть ее снова счастливой, красивой. Какая она была раньше. Ты ждешь преображения? Да, в первую очередь, конечно, желаю этого. Ну что? Спасибо. Спасибо. Так, ну что, вы рады или нет? Очень. Вы когда-нибудь видели такую совершенно другую девочку? Видели. Да? Когда? Длетие 10 назад. Понимаете, что вы теперь потеряли ровно 10 лет. Мне хочется, чтобы ты всегда цвела, всегда пахла. И самое главное, всегда улыбалась. Потому что рядом с тобой такие прекрасные дочки. Я очень рада, как преобразилась моя подруга. Ребята, вы супер. Вы все просто супер. Так, ну что? Это еще не все. От нашего партнера, самого прекрасного, лаунж-бара Мао, у вас есть еще один сюрприз. Так, лаунж-бар Мао. Здравствуйте. Здравствуйте. Лаунж-бар Мао по нашим традициям дарит вам сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Пожалуйста. Браво. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Конечно, было тяжело работать. Но это того стоило. Настолько легко сейчас смотреть на тебя, какая ты совершенно другая. Уже с первого момента, с первых съемок, когда мы работали с тобой в клинике, уже было понятно, что что-то тут будет совершенно новое. Ну что, хочу сказать вам спасибо за то, что вы рядом со мной. И все тяжести мы проходим вместе. С вами легко работать и легко перевоплощать людей. Наша любимая программа «На все 100» ждет вас. Пишите к нам в комментариях по номеру телефона и по ссылке, которая указана внизу. Мы вас ждем. Пока-пока. Пока-пока.